всем привет так кажется мне все подключилось что я покажу наверное сразу же свой лук надо чуть чуть дальше поставить чтобы вы могли увидеть традиционно рассказываю про свой лук в начале нашего эфира потому что сразу же буду говорить почему я выбрала тот или другой прием и надеюсь на даже на таком примере можно будет научиться до что-то взять себе посмотреть а может быть вы такие приемы уже используете во первых сегодня седьмой день и наконец-то не на самом деле седьмой день будет завтра воскресенье а сегодня шестой день и мой собственный челлендж мой собственный квест как надеть одну и ту же вещь вот эти достаточно сложные фритованные желтые брюки по разному каждый день я практически завершил завершила и сегодня вот нарядилась для вас так для того чтобы показать что пижамные брюки во первых вполне можно вписать в такой как бы условно-деловой стиль я добавила во первых во первых начнем сначала что сама вещь которую я избрала для этого эксперимента скажем так она не проста да если бы это были любые серые черные белые брюки мне было бы гораздо проще но во первых они желтого цвета во вторых они уже с принтом поэтому нужно всегда учитывать как принт будет работать с другими принтами как цвет будет работать с другими цветами но они легкие шелковые очень приятные потому что мы в нью-йорке в нью-йорке у нас вновь 30 градусов жары и это действительно этот аспект еще немножко минимизирует выбор вещей с чем их можно комбинировать сегодня в общем вот такой образ это те же наши брюки шелковые акта я добавила цвет такой вот фиолетовый друзья вот этот цвет фиалковый на самом деле это прекрасный цвет цвет я называю цвет photoshop цвет который идет наверное большинство абсолютно каждому и он безумно освежает он безумно начинает придавать свежести яркости такого отдохнувшего вида если вы например были не после спа но вам нужно пойти на какое-нибудь мероприятие выглядеть прекрасно то выберите например вот такой цвет для какой-нибудь блузки топа или рубашки или вот как я сегодня надела пола ну и конечно такой сиреневый фиалковый цвет прекрасно сочетается с желтым да образ становится выразительным и еще один прием это прием сочетания принтов обо всем этом и отцы как работают цвета и как работают принты я рассказываю на курсе со устами персонального наставничества который кстати я отвела буквально 20 минут назад у нас был большой мастер-байнд разбор в течение двух часов мы разбирали домашние задания вот и я сразу же к вам на эфир вот и здесь у меня клетка который мне кажется кажется классно работает с цветами почему так происходит и какие есть еще секреты я рассказываю на курсе но вот сегодня держусь таким своим образом и здесь я хотела показать что пижамные брюки вполне могут быть работать в условно деловом стиле для офиса и я добавила вот такие миу-миу лаковые лаковые туфельки с жемчужинкой потому что они как раз добавляют добавляют эту структуру в принципе как и пиджак да и добавляют так собирают образ конечно можно надеть шлепки какие-то биркинштоки и будет более расслаблены кеды что угодно на самом деле так ну все мы поговорили с вами собственно говоря про образ я так чуть-чуть пододвину поближе наверное тогда комплементарные цвета магия до комплементарные цвета усиливают друг друга начинают работать они подсвечивают друг друга звучат обожаю тоже работа с комплементарными цветами а если вам интересно приходите на курс он правда будет еще не скоро второй запуск третий запуск у нас будет только в конце сентября но это как-то заранее об этом начинаю говорить сегодня у нас собственно говоря супер интересная тема тема про многослойность собственно говоря вот она уже многослойность и конечно летом многослойность достаточно сложное понятие потому что когда у нас очень жарко то просто слоев одежды мы можем добавить меньше с одной стороны с другой стороны все таки мы можем в это поиграть да и сегодня я покажу разные приемы как и собственно говоря можно с этим работать ну собственно говоря что давайте сразу же буду и показывать правда кстати ой ладно покажу вам сейчас я когда думала про этот комплект я думала какую сумочку можно сюда добавить и нашла вот такие классные сумки из коллекции джиллсандер они вот новинки маленькие малышки вот такого вот я вам показываю сейчас там фиолетовая вот такая желтая и серебряная и все и у джиллсандер еще есть такие просто более маленькие тоже сумочки более гладкие и вот сюда можно было бы добавить серебряную белую желтого сюда честно скажем уже многовато да сиреневый если я выбрала какое-то другое поло то как раз можно было бы давать маленькую сиреневую сумочку чтобы она сыграла вот чтобы это игра в комплементарный цвет была в нюансах дальше это можно было бы давать какой другой цвет или серебряную потому что вы знаете да что серебро помните рассказывал вам этот секрет серебряную обувь или серебряную сумку с любым цветом этот цвет крут сочетается классно подсвечивает работает и например если вы едете в путешествие или вообще просто хотите на лето купить какую-то одну вещь которая будет универсально работать с разными цветами да пусть цветам цвет подбирать сложнее то вот серебро работает идеально прелестно фиолетовый топ да спасибо большое спасибо что оценили вот этот образ который для вас сегодня собрала так ну пойдем дальше про многослойность поговорим а на самом деле я сделаю рилс наверное где собственно говоря попытаюсь соединить все образы все шесть образов или сколько у них семь будет образов да и рассказать про каждый образ потому что в каждом из этих образов были на самом деле мне кажется есть какие-то моменты которые интересно подсмотреть научиться да недаром я для вас их делаю возможно что-то взять для себя но а сейчас я хочу поговорить вот про этот образ и про то как работают детали как работают иногда элементы вот эту многослойность можно сделать например вот такой сеткой сетка была актуальна до в прошлом сезоне но на самом деле это крутой стилевой прием и когда у нас есть такие элементы прозрачности как сетка какие-то прозрачные ткани которые ничего не весят которые очень легкие на самом деле их круто использовать вот как здесь на плащ накинуть даст создать эту многослойность но также и работает летом когда жарко ну и собственно говоря у нас просто меньше меньше вещей нам не так жарко становится вот здесь тоже мне нравится как работает этот прием сеткой и это тоже многослойность но она совершенно невесомая да и просто усложняет образ на самом деле такие сейчас есть дырявчатые если можно так сказать юбки топы которые классно можно сделать как второй слой например вниз надеть тот же танк топ или crop top и сверху надеть еще какую-то например дырявчатую вещь вот здесь тоже мне нравится как работает та же сетка как ремень но это каждый простой пример но кроме сетки тоже могут быть что угодно да на самом деле можно взять какие-то просто совершенно разные текстуры и также их использовать это просто некие некие идеи как можно сделать вот здесь например мне тоже нравится работа с разными тканями потому что один из главных секретов многослойности это работа с фактурами эта работа когда например шерсть добавляется с кружевом и посмотрим например а вот здесь прозрачная совершенно вот такая кружевная ткань соединяется с плотной тканью то есть конечно само платье провокационное достаточно кстати слушать давайте я вот так сяду а то я стою мне кажется будет так нам всем комфортнее вот но и и платье провокационное но при этом мне кажется и многослойность круто работает через плотную и такую скажем не плотную ткань до прозрачную ткань так сейчас мы посмотрим и еще какой-нибудь классный пример вот например такой да лето мне кажется тоже отличная идея использовать платье я так тоже часто люблю делать платье которые когда-то были на выход обычно такие парадные платья которые вначале хочется носить на какое-то специальное торжественное мероприятие или просто надеть устроить себе свой свое мероприятие свой какой-то торжественный выход куда-то а потом его превращать уже в так скажем в более повседневные образы и вот такое платье красиво можно было надеть с красивым бельем да и выйти в таком вечернем совершенно образе а можно надеть обычный танк-топ под низ такого платья и готово да платье интегрируется в повседневную жизнь нам более комфортно потому что ну не знаю как вам честно говоря немножко стесняюсь вот так прям когда очень все открыто поэтому вот для меня было бы вот это такой зоной больше безопасности комфортно когда вниз комфорта когда внизу надет танк-топ и сверху уже какое-то платье и конечно аксессуары здесь конечно голубь тоже работает серьги такие достаточно выразительные очки все собирается между собой по ритму красиво звучит но мы посматриваем для для себя всего копилочку берем вот такой прием так я тем не менее кстати уже еще следующий следующее платье вот такое платье это же на самом деле тот же прием да какое-то платье в бельевом стиле на тонких бретели как которая надета поверх чего-то мы посмотрели что это может быть танк-топ а вот это на самом деле это такой лонгслив просто лонгслив дырявчатый еще и на замочке еще есть вот этот необычный рельеф текстуры и мне кажется он тоже здесь просто земли изумительно смотрится круто конечно из-за того что сама текстура лонгслива ну как вы видите да как большая сетка сделана соответственно совершенно не жарко но при этом очень выразительно смотрится и любой лонгслив вот посмотрите если всякие такие лонгсливы практически прозрачные и сверху надеть уже допустим платье или надеть это же платье вот на тот прием который мы только что с вами разобрали ну мне кажется тоже вполне было бы интересно интересно был бы вариантик так сейчас еще следующее какое-нибудь платье найду ну а так вот это платье тоже покажу она правда со спины но здесь тот же прием с сеткой да то есть казалось бы что это просто платье но из-за того что сверху надета такая вот жилетка при том кстати задом наперед то есть она застегивалась здесь просто прямо на самом деле у него жилетка смотрится а застежка и полочки когда расходится на спине как мы и видим но тоже классный прием то есть совершенно легкая вещь в летнем гардеробе до условия является этим моментом усложнения да очень сексуальный красивый образ а это ты про что василиса это наверное про образ где про платье до суперские суперская суперская идея очень классно спасибо за наблюдение я согласна я я присоединяюсь к твоему мнению какой бы еще примерчик вам показать и заодно мы его разберем с вами так ну вот здесь на самом деле этот прием он очень прост и наверное я уже о нем говорила уже где кружевные аха поняла но вот здесь тоже кружевное платье на самом деле это может быть любое платье на бретельках бельевом стиле плюс рубашка и на самом деле вот этот двухслойный ритм который можно повторить в летних образах просто совсем что есть то есть вы можете надеть любой танк топ любой crop top и сверху рубашку это минимум того наслоение которое можно придумать в летних образах мне кажется очень легко а здесь конечно опять же наш прием когда торжественное какое-то классно очень сложное платье в бельевом стиле с кружевами становится таким более будничным да просто мужская рубашка такая только криспи которая с завернутым рукавом и мне кажется получается в меру торжественно в меру нарядно но при этом достаточно повседневно здесь будет играть роль аксессуары да какая обувь какие аксессуары и от этого наш образ качнется или более повседневный образ какую-то стилистику или наоборот да в такую вот более нарядную стилистику или какой-то вечеринке ну-ка да уже вроде везде слоистость она словно вся с тайной ну если правильно уловила вопрос да что как будто слои добавляют вот эту тайну я согласна мне кажется классное наблюдение тоже так на самом деле много для вас заготовочек сейчас мы еще следующее уже пообсуждали платье пообсуждали как его классно интегрировать слои а кстати знаете ну покажу вам такое платье потому что я видела что много где есть такие накидки и если вы видите такую накидку думаете как ее надеть куда ее приспособить то один тоже из вариантов накидка черная она часто продается вообще отдельно и накинуть ее сверху допустим какого-то бельевого платья мне кажется это классная идея всем привет кто к нам присоединяется мы говорим с вами сегодня про наслоение про с как создать сложные образы летом когда жарко да какие есть элементы ну и вообще слоистость да про сложность образов и мы сейчас кстати уже перейдем от лета чуть-чуть к осени и потом мы поговорим что такое гудборд жизни что это за техника и как ее можно интегрировать свою жизнь так я ищу пока следующий конечно вариант ну тоже такой сложный образ здесь уже мы опять же про тот же лангслив который мы надеваем просто на на футболку но здесь заметьте еще внизу надето платье вот это не юбка это платье то есть тоже торжественное бельевое платье которое возможно куда-то вы надели с босоножками мне кажется всегда круто интегрировать вот повторю свою идею да в какие-то повседневные образы и надеть сверху ту же футболку или лангслив и вот те все приемы которые мы с вами говорили сегодня уже так я для вас еще еще какой-нибудь один примерчик вот такой вы видели вы наверное у нас в stories публиковали мне очень нравится эта идея о том конечно это эпатажный образ я понимаю что этот образ fashion week с прогулки блогеров по стрит стайлу для того чтобы засняли но тем не менее приема мы вполне можем научиться да когда даже такое очень выразительное платье как вот из такого с такой сетки пышная и сверху надет свитер то есть все что надето сверху она немножко прибивает да и немножко делает более обыденным да снимает такой пафос самого платья и делает его более будничным сюда мне кажется вполне можно придумать и представить как будет выглядеть с кроссовками с чем-то более еще простым и тогда вписать такую вещь в такой каждодневный каждодневный такой более будничный гардероб для себя вот здесь я еще хочу вот кстати вот эти образы показать во первых само сочетание белого черного да выразительные смотрится выразительно всегда сдержанно да такой образ обычно его рекомендуют как в кавычках возьмем конечно а-ля дорогой образ но знаете в чем здесь еще фишка в том что конечно это очень легко повторить это просто два танк топа надеты друг на друга то есть а то минимальное наслоение которое мы можем себе позволить когда очень жарко а во-вторых именно когда вас больше белого и меньше черного возле лица то именно такое сочетание вот черно-белого будет идти большинству количества женщин потому что честно говоря черный цвет идет не всем да мы знаем я помните я проводила как-то один эфир эфир про цвета и на курсе мы говорим очень много про секреты черного и белого цвета что черный цвет естественно очень много стирает да он глушит и у нас получается такой серый немножко лицо и вот в таком образе когда у нас все равно есть тело когда у нас есть белый цвет и только там уже черный цвет на самом деле так могут совершенно разные разные типажи разные цветотипы позволить себе носить черный цвет при этом дали если вы его любите и сохранить такую естественную красоту без необходимости добавлять какой-то макияж или что-то еще усиливать для того чтобы до носить черный цвет у лица то есть в общем классный прием вот обратите тоже внимание ну и конечно как бы да где черный с белым там же можно представить как будут сочетаться и цвета сейчас я еще в начале ну вот здесь например ладно я вот нашла такой в пинтересте картинку здесь как раз на белый танк топ надет зеленый во первых белый цвет он всегда будет освежать да он всегда будет добавлять яркости зеленому сочности также как на самом деле черный будет добавлять нотку драматизма выразительности если у вас полностью например да какой-то цветной образ и куда-то вы добавляете черный акцент да посмотрите как цвет становится более драматичным более выразительным ну вот здесь мне нравится как работает белый оттенок и также многослойность для лета кстати знаете что у меня вот прилетел вопрос о том а как собственно носить вот эту многослойность если вы для людей так скажем плюс ась ну на самом деле вот так да то есть когда слои очень тонкие то есть мы не делаем многослойность это сразу же какие-то огромные пиджаки не знаю там куртки такое тоже может быть но если мы говорим про летний гардероб да или даже про весенний осенний просто мы слои делаем тоненькими мы не добавляем себе лишнего объема с помощью объема вещи да только тонкое наслоение вот этот пример мне тоже просто очень нравится из-за текстур и о том что действительно иногда вот не знаю как вы я часто встречаю очень красивые вещи прозрачные и тренд на прозрачность у нас до шоу все лето и всю осень всю весну а и что делать вот тем ну вот я себя действительно не очень буду комфортно ощущать с иголой грудью да или с тем что белье под прозрачным топом но всегда вниз подадеть просто другой танк топ один на другой мне кажется это крутая простая идея простой прием и так совершенно вот такие тонкие изящные деликатные вещи вот здесь такие вышитые розы да тонкая мережка по бокам можно надеть и при этом ну чувствовать себя комфортно так скажем вот тоже хотела с вами поделиться таким такой таким примером просто если у вас прозрачные вещи то мне кажется вот так вполне можно надеть кстати как вы скажете вы носите прозрачные вещи как вы к ним относитесь я пока продолжу показывать просто примеры как работают танктопы по что вы знаете наверняка что в этом сезоне очень много танктопов на одно плечо что это они кстати были в прошлом году просто в прошлом году почему-то не так носили активно а сейчас под пиджак под жакет надеть вот такую танктоп на одно плечо очень стильно смотрится да появляется новая линия динамичность но вот здесь в этом примере мне понравилась идея как на танктоп 1 надеть другой танктоп более прозрачный да и вот эта сложность уже мне кажется становится любопытно интересная люблю люблю но не везде уместно круто здорово что вы внедряете свой гардероб ну вот может быть с какими-то такими да приемчиками поиграть когда добавить один более уже закрытый слой один прозрачный слой до интегрировать такие сложные прозрачные вещи в свой возможно даже какой-то каждодневный образ еще хотел знаете вам цветной образ такой же станк топом показать и уже перейдем к другим примером сейчас я покажу знаете здесь может быть возможно вот это один и тот же топ просто он сшит но на основе этого я хотела показать что собственно говоря ну а почему просто не надеть две майки даже одну яркую другую белую собственно говоря да это похожий прием зеленый и будет очень даже симпатично и необычно просто они могут быть разные по текстуре вот ну просто покажу что вот здесь тоже приемы собственно говоря те же используются когда несколько майк надета но и вы наверное увидели потому что мы это говорили уже не раз на наших эфирах да мы с вами обсуждали что на показах очень много в этот в этом сезоне у нас была рубашка на рубашку сейчас кстати мы дойдем до этого приема когда две рубашки одеты вместе надеты вот здесь еще просто встретила одно платье тоже сразу хотела показать что просто бежевый лонгслив такой ну какая-то жилетка да и сверху платье надета еще и куртка завязана в общем что играет с объемами и добавляете вот эти слоистость самой одежды мне кажется это какая-то прекрасная тема перейдем рубашка на рубашку мы видели этого очень много в мужской коллекции да я делал эфир про мужскую обзоры в мужских коллекций мы там смотрели с вами как раз смотрели про пола помните что полу максимально актуальны и летом и осенью и зимой поэтому смело покупайте пол или если они вам симпатичны и вот эта идея рубашка на рубашку и сверху жилеты я тоже обожаю жилеты и мне кажется вот когда мы их так интегрируем да то есть убрать отсюда вот этот шарфик допустим если он вам не так симпатичен да добавить например сюда же просто мужские какие-то брюки и получается вполне себе такой образ на каждый день или убрать жилет просто рубашка на рубашку две рубашки я сейчас вам покажу более носибельный вариант может быть вы видели и в stories я тоже так наряжалась и показывала вам как это может быть в реальной так сказать жизни потому что иногда ну согласитесь да то что у нас на подиуме не всегда мы можем рискнуть и также нарядиться в жизни ну и такая вот такой приемчик уже вполне срабатывал так слушайте даже делался мой пример про две рубашки это что ли а да ну вот допустим да тоже две рубашки одна застегнута другая расстегнута и получается эта игра маленький манжет иду искать следующий пример но тоже просто может быть вам будет интересен этот прием попробовать поэкспериментировать знаете что мне вот этот хочется разобрать прием потому что вот этих бантиков и сейчас станет очень много или если вы видели есть в разных коллекциях даже уже в масс-маркете даже в косы просто вчера заходила мне нужно было кое-что вот кстати вот этот это пола я купила в кос я хотела вот такой найти сиреневый оттенок я его купила вот масс-маркете в кое в магазине кос мне он очень нравится и там тоже была рубашка с бантом но как бы я знаю просто где взять более интересные варианты поэтому не стала приобретать в кос но сама идея когда из какой-то бантик вот такой завязанный на рубашке и плюс еще сверху уже жакет кажется самая простая вообще на слоя на слой вот этот принцип наслоение рубашка под жакет ну собственно говоря но вот этот элемент маленького бантика насколько он делает интересный образ и кстати вот этот бантик это может быть пришиты к рубашке а можно же просто отдельно купить это может быть косынка которую вы заправите внутрь да и вот сюда вот так завяжите почему нет из жесткой более ткани из хлопка может быть даже шелковый честно говоря будет смотреться немножко сразу же олдскульно да это все-таки будет нас относить туда куда-то к 2090 а вот из хлопка завязано какой-то банк или знаете вот русского бренда я сейчас правда забыла как он называется они делают воротнички такие и у них есть такая длинная хлопковая лента которую можно завязывать в виде банка то почему бы нет мне кажется тоже классная идея кстати я надеюсь я не забуду и выложу это в stories этот прием для того чтобы показать вам и кстати за одно смогу выложить прием если вы если вам нравится например такой дизайнер как скайпорелли у нее я смотрела очень люблю ее биографию копаясь в ее архивах у нее есть ее собственный образ где она в пиджаке и с таким вот такой банк который завязан не на горле а вот здесь так на груди и мне кажется вот с этим как раз бантом можно поступить так же вы здесь завязать в общем кстати знаете что я пока помню я вот сейчас возьму это запишу что вам нужно это выложить stories просто мне кажется это супер про банты про банты из кайпорелли и бренд вот мне нужно значит выложить будет три этих момента а если вам еще есть какие-то идеи что вам было бы интересно то вы пишите здесь какие-то ну или что вы думаете по этому поводу какой космос пиджак да я прям согласна и поэтому хотела вам показать по что он просто ну какая-то прелесть невозможная и вот эти пуговки и цветочки хотя это мужская коллекция это в общем к тому что я честно говоря поклонник мужских коллекций и что нибудь себе там урвать сюда что-то такое себе привезти в гардероб из мужской коллекции но войну так красиво почему бы нет вот так я думаю так ну что посмотрим еще а кстати ну ладно покажу еще вот этот момент это на самом деле луи виттон да ну просто тот момент бантика мне очень нравится и момент ремня ремень можно же сделать другой любой да может быть у вас есть кстати помните у зеро я тоже показывала элементы когда на шнурке там большая жемчужина или это могут быть какие-то брошки которые можно надеть на шнурок и замотать костюм да и будет уже какой-то акцент к тому что можно мыслить так немножко креативней и похоже похожую какую-то идею уже интерпретировать под себя вот мне очень нравится что мы с вами здесь как раз говорим о вот этих приемах если у вас есть какие-то собственные наблюдения или какие-то приемы которые используете вы то делитесь давайте сделаем такое да поле где мы можем всем поделиться друг с другом тоже просто про прием который актуален будет уже совсем скоро осенью когда у нас есть водолазка пола и пиджак тоже многослойность мне кажется очень красиво смотрится по цветам и заметьте как работает черный цвет до добавляет вот эту драматизм и нотку драмы и внизу могут быть у нас на самом деле светлые брюки допустим а могут быть бежевые да какие-то а могут быть и черные да и тогда будет акцент и только из-за черного цвета смещаться будут акценты потом совсем ну тоже все окажется в бежевом цвете но из-за многослойности из-за того что есть три целых лейерса до 3 ну как сказать до слоя то конечно образ смотрится выразительно вы знаете что я против каких-то универсальных правил и я не могу сказать что бежевый цвет будет идти всем и это такая универсальная формула потому что ну надеюсь что мы уже с вами об этом говорили вы помните что бежевый цвет идет не всем да так же как и все цвета нужно найти собственно говоря свой свой акцент холодный теплый бежевый может быть да вообще свои цвета свою ритмику внешнюю внутреннюю вельвет да мне очень нравился вот этот вельвет розовый поэтому тоже вам показала здесь собственно говоря тоже такая чуть-чуть наслое наслоение которое из-за футболки но она внизу торчит тоже все помнят наверное этот пример коллекции zero тоже с водолазками в этом сезоне актуальны у нас пола да то есть у нас будут вторым слоем очень часто вы будете видеть в коллекциях предложенные именно пола тоже мне нравится вот этот пример что здесь первое платье является рубашка платья сверху надета еще рубашка такая жилетка и еще одна жилетка и мне кажется вот это сложности воротничка игра темного светлого тоже смотрится очень выразительно это на самом деле вполне себе тоже такой летний образ объема перенесенный наверх тоже две жилетки то есть не жилетка жилетка сверху пиджака мне кажется классный прием что жилеты мы можем носить не только внутри своего образа но и сверху и знаете что а давайте вот я уже встану немножко буду встала заселить мне кажется так динамичнее будет а са выключу наши сейчас минуточку вот так sharing screen знаете что для чего мы вообще стали разбирательность сейчас продолжим разбираем чуть-чуть еще вообще зачем мы стали разбирать именно многослойность и акценты наверху собственно говоря в чем был квест всего всего всей этой недели для меня как взять одну вещь и составить много образов потому что когда мы формируем базовый гардероб у нас есть одно правило кстати на курсе целостаймин персональное ставим чисто у нас мы как раз изучаем как создать свой персональный базовый гардероб который будет работать только на нас и одно из правил составление такой капсулы это меньше низов больше верхов то есть допустим у вас есть на одни штанышки вот такие брючки у нас минимум приходится три разных верха лучше 5-7 да и для например если у нас капсуле будут одни брюки одна юбка и допустим не знаю там еще что-то платье то на соответственно будут два низа юбку тоже там из платья тоже можно сделать юбку или например это будут какие-то шорты но на один предмет нижней части гардероба мы составляем от минимум три верха потому что наши человеческий глаз так устроен что мы сосредоточим свой взгляд на портретной зоне правильно когда мы с кем-то общаемся и соответственно нам мы можем оставаться в одних и тех же брюках но если мы меняем верха у нас будет ощущение что человек каждый день выглядит по-новому и заметьте если например бы я вот каждый день ходила бы вот так фиолетовый пола и пиджаки но носила бы разные брюки например я в один день надела белые потом бы я надела шорты потом я надела бы какую-нибудь юбку но у человека будет складываться все равно впечатление что я в чем-то одном и том же хожу потому именно из этого свойства человеческого глаза до делать акцентировать внимание на портретной зоне поэтому мы с вами изучали не просто многослойность но вообще разные интересные комбинации на лето потому что ну летом сложнее что это могут быть 10 разных танк топов да то есть или что еще можно придумать чтобы сделать немножко свой образ более выразительным и сложным собственно говоря вот поэтому было я и придумала эту тему что на мы должны с вами поговорить про объемы и конечно на самом деле объемами и как мы распределяем объемы в нашем образе верхней части в нижней части мы можем корректировать фигуру если вам интересна эта тема мы сделаем отдельный эфир и я прям как маленький урок сделал о том как на что можно обращать внимание также по вещам может быть кстати связать с какими-то вещами и найти эти вещи в общем если вам интересно вы напишите а я придумаю тогда эту тему разработаю и проведу такой эфир так это у меня далеко стали стоять вот так вот приближу к себе а интересно о здорово я очень рада потому что именно с помощью объемов мы можем делать коррекционные техники да и мне кажется интересно показать эту тему но это мне сейчас поток я не знаю сейчас придумала что через конкретные какие-то вещи да то есть например я могу найти в магазинах онлайн площадках какие-то интересные вещи мы можем посмотреть для какого типа фигуры это лучше подходит да и я по рассказу какие-то правила для того чтобы вы могли себя узнать и что-то понять или пишите вопросы тогда я буду знать на что именно отвечать как сделать так чтобы именно вам была тема максимально полезно и интересно так у нас есть еще немножко времени знаете я хотела показать чуть-чуть еще вот такую многослойность просто показывать вам примеры это конечно честно скажем больше подиумный вариант но мне очень нравится я бы так надела все равно когда очень тонкая да такая кого это внизу танк-топ но это не танк-топ это наверное лонгслив такой или даже рубашка а сверху такая водолазочка или что-то такое надета в общем очень интересно все равно работают текстуры принты цвет объем я в общем готовила для вас какие-то самые интересные такие сложные моменты и хотел их комментировать именно для того чтобы мы смогли разобрать их вместе вот здесь тоже мне кажется это вообще прекрасно когда сложные вышитые вещи принтованные можно надеть просто сверху свитер да или это может быть и платье собственно говоря просто игра текстур всегда смотрится выразительно люблю люблю такой прием тоже люблю сама его использовать игра именно текстур и объемов так что мы еще можем здесь посмотреть из такого сложного и ну вот такая такое наслоение да вы наверняка видели в магазинах часто есть вот такие сеты когда топ и сверху еще надевается какой-то такой crop свитерок crop свитерок на самом деле очень многофункциональный по чтобы вы можете надеть туда рубашку вниз вы можете надеть совсем другого оттенка танк-топ или топ и сам этот топик соответственно вы тоже можете надеть сверху на какой-нибудь лонг слив то есть такую такую вещь и многофункционально по что вы можете ее разделить и по-разному носить уже играя с ней как тогда и так и так ну вот как я объясню например так знаете что еще хочется показать а ну знаете это просто вам покажу как раз про про иллюстрирую вот эти танк топ и на одно плечо как они выразительные круто работают с прямыми линиями пиджака просто чтобы еще раз про иллюстрировать и показать что обращайте на них внимание тоже для летнего гардероба мне кажется для осеннего гардероба вообще разные сложные толпы под пиджак это тоже очень красиво это более простой более понятный принцип того же наслоение да когда у нас футболка или танк-топ или кроп-топ ну в общем какой-то первый слой рубашка расстегнута и сверху пиджак вроде очень просто очень элегантно но на самом деле сложно да и мне кажется если вы так не пробовали просто попробуйте такой образ создать здесь с жилетом тоже мне нравится и работа текстур посмотрите как вязаные текстуры жилета вельветовые брюки и кожаный пиджак между собой смотрится мне кажется тоже очень интересный такой прием просто акцентирую ваше внимание тоже чтобы может быть что-то вы возьмете для себя вот вот этот прием тоже с мужской недели моды хотела вам показать по что на самом деле что это тоже пола но внутри футболка вот я вот сюда могла бы сюда надеть еще футболку расстегнуть и надеть жакет и здесь конечно еще мне нравятся все эти украшения бусики и фенечки да и при этом все упростить какие-нибудь просто прямые мой юбка и шелковый допустим или каким-нибудь мужском стиле широкими брюками и она бы так немножко да снивелировалась при этом было гармонично но сами вот эти детали мне кажется очень интересно или взять сюда же на самом деле где с утра в начале вам показала маленькие сумочки почему нет да сделать кросс-боди такую маленькую сумочку как я показывалась такой букированной необычной такой мягенькой ткани вот это же сочетание мужской тоже недели моды мужской две рубашки и такая розовая куртка собственно говоря все эти приемы мне кажется можно прекрасно повторять экспериментировать и для этого знаете что самое удивительное этого не нужны новые покупки иногда нам нужен просто свежий взгляд на гардероб иногда нам нужен просто чтобы кто-то по-другому посмотрел на наш гардероб а и увидел вот эти необычные новые сочетания собственно говоря так мы работаем когда у нас когда у меня меня приглашают на разбор гардероба что мы делаем разбор гардероба я просто по-новому миксую вещи которые есть и потом мы вырабатываем еще шоппинг лист для что можно докупить чтобы гардероб звучал и даже если вы потом планируете уже делать шопинг самостоятельно вы будете понимать а чего вам не хватает вот так это работает здесь мне тоже кажется классный прием на многослойность и заметьте пропорцию вот помните на прошлое занятие у нас было про пропорции не занятия а лекция у лекции эфир боже я просто после лекции поэтому простите я заговорилась про про пропорции и вот эта пропорция показывала что когда у нас не на талии они вниз перенесена линия отреза что она тоже очень максимально актуально сейчас смотрится и конечно вот такой лонг свитер такой длинный свитер уравновешивает даже цвет нарядность этой юбки шелковой это могла быть и более какая-то необычная юбка да какие-то такие длинные очень простые вещи как красиво собирают образ тоже если у вас какой-то есть длинный свитер надеть под пышную юбку или сверху парадного платья вот как раз ну сейчас еще не знаю буквально что еще показать но давайте мимил быстренько посмотрим что здесь кажется простые базовые вещи вы наверняка помните коллекцию мимил тоже я ее показывала что мы просто надеваем излюбленный пример прием мне кажется все его делают да когда просто белую футболочку надеть под любой свитерок и уже многослойность а здесь еще расстегнутая у нас такая толстовка бомбер сверху да и вот эта игра многослойности и цвета тонкий переход и монохрома очень красиво друг друга поддерживает мимил как раз в этой коллекции много всего построено на сочетании серого ну наверняка вы уже знаете что я очень люблю серый что это мой черный вот здесь тоже просто как работает белый тоненький воротничок да насколько он усложняет и белый как белый мы только что с вами смотрели белый с зеленым как белый цвет усиливает зеленый и даже здесь как белый усиливает черный он становится более выразительный ну и конечно черный он всегда усиливает бежевый а черный придает выразительность я знаете вчера пробегала вот мимо витрины prada тоже сфотографировала просто показать как круто работает белый цвет белый белоснежный после всякая коллекция была построена на принципе оригама плюс с теплым бежевым да очень красивое сочетание освежающие в общем не бойтесь таких сочетаний и соответственно это тот же прием когда белая футболочка до после бежевого свитера ну перевертыш только дамы белый спустили вниз так чтобы еще такое показать последнее давайте последнее уже покажу и если вас есть какие-нибудь вопросы то вы задавайте ну покажу ладно вот это на самом деле тот же прием двух рубашек до что одна застегнутую другая расстегнутая и виден манжет всегда будет работать прием так ну что себя чуть-чуть опустить в это вас есть какие-нибудь вопросы давайте уже поболтаем то что мне кажется я уже как раз проговорила больше 40 минут показала вам разные приемы а надеюсь что вам было что-то интересно из этого взять и проэкспериментировать с тем гардеробом который у вас уже есть если вы это будете делать то присылайте фотки кстати знаете я делал вот этот квест с чем надеть одни брюки каждый день по-разному и очень многие мне писали что тоже будет участвовать но никто не прислал фотки вот обычно вы же очень много всего шлете я хотела как раз узнать то есть это было действительно очень сложно тогда предлагаю вам все-таки может быть проэкспериментировать и по поиграться с вашим гардеробом вот после этого эфира просто мне кажется сегодня мы разобрали много приемов и какие-то из них можно интегрировать свой гардероб и если это получится то пожалуйста делитесь присылайте так прочитаю вопрос интересно как психологически было проживать этот квест была усталость от вещи да слушайте знаете я честно говоря не то чтобы я очень я очень люблю цвет но при этом ношу черный знаете вот это тех людей которые так любят цвет что носят сюда черный и поэтому желтые брюки они мне очень нравится они действительно актуальны сейчас той погодой который у нас здесь есть но каждый день стилизовать вот эти брюки я в какой-то момент поняла что после третьего дня я уже начинаю их не очень любить но дожила до конца недели наверное у меня теперь будет какой-то брейк от этих брюк от цветных да потому что мне конечно вот мой внутренний днк моя ритмика внутренняя мой внешний днк все-таки мне ближе более монохромные цвета и плюс сочетать уже как раз цвет к ним вот но у каждого из нас свои конечно ритмы так еще один вопрос так а если рубашка с коротким стойка и нормальная блузка или рубашка можно миксовать а воротник да а почему нет мне кажется это может быть очень интересно попробуйте кстати а вы как хотите внутрь надеть например стоечку а сверху уже расстегнуть или наоборот попробуйте мне кажется это может быть интересно а может быть кстати обе закрыть и посмотреть что здесь будет стойка а здесь рубашка знаете наверное вот это обучение в лондоне правда оно было уже 200 лет назад но тем не менее меня тогда это научило что на вещи нужно смотреть очень необычно что каждую вещь не воспринимать по назначению что вот рубашка значит это так а думать придумывать а что еще можно здесь создать как ее можно перевертеть потому что у нас было очень много упражнений как придумать вещи другое назначение да то есть когда юбка может стать тюрбаном да или когда рубашка можно стать юбкой на самом деле когда платье может стать юбкой кстати вот я не показала вам прием тоже я хотела вам показать что платье вот у вас если платье на бретельках вы можете всегда его вот так снять туда внутрь надеть ремень допустим да и она будет еще лямки болтаться по бокам и это может стать всегда юбкой это будет тоже некая вид наслоение но только в нижней части тоже может быть интересно особенно если в отпуске да вниз надеть например танк топ а здесь такое платье экспериментируйте кстати будет классно если вы поделитесь и пришлете посмотреть что получилось а я смогу вам всегда подсказать получилось или нет если ну если вас вам нужна будет такая помощь будет такой вопрос конечно буду рада помочь следующий вопрос почитаю пока очень интересно особенно адаптация летнего с летним даже не думала что можно майку так можно вдвоем сочетать и так живо будет да согласно очень интересный прием тоже себе его взяла отметила надевать майка на майку на самом деле конечно этот прием уже не раз был в показах но почему бы его не вспомнить этим летом и не использовать танк топы да танк топ на танк топ топы на топы лонгслив на топы да это наверное самое самый известный прием или лонгслив на слип дрессы на платье на платье на бретельки под то есть платье на бретельки надеть на лонгслив какой-то да то есть это такие вот приемчики которыми мне кажется нужно нужно экспериментировать и они простые мне кажется каждый из нас может что-то такое сделать своим гардеробом так наоборот а наоборот в сори не видела ваш комментарий это было про рубашки то есть воротничок начали надеть а сверху уже со стоечкой нужно посмотреть потому что воротничок может придать вот эту собранность а здесь мы например наденем рубашку а сверху наденем жакет мне кажется может быть очень красиво когда у нас будет еще и третий слой может быть не жакет может быть это будет жилет жилет и кстати летом вообще изумительная вещь ника спасибо с вами интересно вам большое спасибо что вы участвуете и создаете вот этот диалог потому что я конечно делаете эфир для того чтобы с вами общаться да чтобы у нас было некое сообщество где нам всем интересно говорить про моду про какие-то новинки актуальные что-то актуальное и я думала делать такое сообщество где мы будем с вами говорить об этом поэтому спасибо что принимаете участие так я прочитаю еще один вопрос так а какие могут еще быть варианты наслоения внизу все что угодно можно завязать помните мы начали наш эфир с того чтобы завязать какую-то в шале из как сетка можно зависать пиджак наверняка вы видели последний лукбук зеро где пиджак завязывали просто на талии честно говоря конечно я думала так примерить но мне надо какой-то очень тонкий тогда пиджак жакет найти потому что я попробовала завязывать вот эти жакеты мне их жалко потому что им нануться в очки очень вот но какие-то тонкие вполне рубашки так и можно делать очень круто тоже что-либо завязать свитер завязать потому что свитер можно завязать через плечо можно завязать как обычно на шее да через плечо завязать на бедре одну сторону завязать рубашку тоже всегда можно вывернуть завязать именно не на не на спине как будто ты какой-нибудь в походе человек а на бедре с одной стороны юбка на юбку Смотрите всегда какие-нибудь накидки. Очень много бывает юбок, которые, знаете, на ремешке и как будто с одной стороны завязываются. Вот это прям прекрасная всегда тема, потому что вы можете ее завязать и на брюки, и на юбку. То есть одна юбка классическая, со всех сторон вас обрамляет. А бывают такие вот юбки, ну, наверняка вы уже представляете, о чем я говорю, с одной стороны, которая завязывается. Отличный вариант тоже. Так, Ника летние сапоги начала носить в этом году с платьями. Мне очень понравилось. Что думаете по этому поводу? Это классный, прекрасный прием. Почему нет? Особенно казаки. Вот мы находимся сейчас в Нью-Йорке, да, с вами здесь даже 32 градуса жары, честно говоря. Для меня многослойность это только из танктопов, наверное, и прозрачности на танктоп, потому что очень жарко мне. А кто-то ходит в сапогах в казаках, поэтому если вы, для вас это приемлемо в жару передвигаться в сапогах, то вы будете как бы просто классическая американка, потому что здесь это такой прием, который действительно очень используется, он круто выглядит, особенно, кстати, вверху вы можете сделать вот эту многослойность, танктоп, да, там платье, допустим, и сапоги, и еще какая-нибудь кроссбоди или шляпу надеть, или ничего не надевать, очки надеть, да, просто хочется уравновесить, поэтому хочется что-то добавить, шляпа может быть слишком стилизованная, у кого какой стиль, да, а очки какие-то повыразительные надеть, чтобы они, вот эти, баланс сохранить. Войнот, мне кажется, классная идея. Так, я сейчас чухну, простите, если я это сделаю, а вы пишите вопросы. Простите. Если есть еще какие-то вопросы, то пишите. Слушайте, мы же хотели еще говорить про мудборд, и осталось, и уже 50 минут, вот как так? Всегда, всегда забалтываем, забалтываемся с вами с какой-то одной системой, но это приятно, это приятно. Так, нет, не казаки, сложно есть, но не знаю, как надеть, с чем. А какие сапоги тогда вы носите? То есть не казаки, сложно есть, но не знаю, как надеть, с чем. Ну вот летом казаки можно надеть, или какие тогда сапожки вы носите? Потому что это могут быть и разные сапоги, могут быть такие тяжелые, но у них жарко. Казаки вот чаще всего надевают, можно с какими-то летними юбками, шелковыми юбками, с какими-то платьями в цветочек, можно, да, с кружевами особенно, почему нет, играть, это может быть шелк, а если это более уже прохладная погода, да, то есть, почему нет, не используют такие вязаные текстуры, знаете, летняя вязка, не надевать кашемир, логично, а, например, вот сейчас в этом сезоне очень актуальна вязка с дырочками такая, знаете, как мулине, ну, что-то такое. Макраме, и таких юбок прозрачных, но они не прозрачные, они платьев, их очень много, вниз, соответственно, можете надеть что-то еще, какое-нибудь более непрозрачное, например, те же, например, велосипедки, да, там, или шорты, или какую-то другую юбку, и платье сверху, да, допустим, и казаки, ну, или, может быть, там есть подклад внизу, то есть, в общем, вариантов много, с чем надеть казаки, если вы хотите их надеть летом, единственное, вам нужно понимать, вам будет жарко, нет, какая температура, особенно, если, например, уже прохладное лето, казаки, вы можете их надевать, наоборот, формулу перевернуть, не надевать длинное к длинному, и тогда нам надо что-то уравновесить вверху, а, наоборот, надеть объемы, мы на прошлом эфире с вами говорили, объемы перевести в верхнюю часть, то есть, например, многослойность эту же устроить вверху, даже в те же приемы, которые мы сегодня разбирали, футболка, ну, далеко не будем ходить, вот, например, просто надеть какую-нибудь такую штучку, жакет, который уже добавит объемы вверху, да, сделать жесткую форму, потом у вас будет, там, не знаю, велосипедки или какая-то юбка, или это будет короткое платье, ну, в общем, что-то, да, и, там, это будет, может быть, платье-рубашка, просто длинная рубашка, а сверху жакет, и еще вниз, там, расстегнули танк-топ, допустим, или это может быть длинный свитер, допустим, да, и из него торчат сейчас какое-нибудь кружево или просто даже та же рубашка, и головолая нога, и потом казаки, да, объем верхней части, я вот сейчас вам уже набросала миллион идей, как это сделать, будет очень стильно и сложно. Так, давайте еще, еще один вопрос. Так, думаю, мудбор бы отдельно, чтобы уложить в голове очень много интересной информации, да, спасибо большое за понимание, я тоже думаю, что мудбор давайте отдельно обсудим, потому что там вообще другой настрой и другая энергия будет, потому что мы будем говорить про нейронные связи, про квантовую физику, как это все работает, в общем, про чудеса чудесные, как на самом деле, да, кажется, подбирая юбку-блузку, мы на самом деле работаем с нашим будущим и с нашей головой, поэтому давайте не будем мешать и сделаем эту тему на следующей неделе, во вторник или во вторник, например, да. Ну что, друзья, я вас хочу всех поблагодарить, спасибо большое за ваше время, что вы были со мной этот час, у кого-то уже сейчас даже поздно, надеюсь, что вы сможете что-то внедрить, какие-то идеи в свой гардероб, если вы это сделали, сделайте, обязательно делитесь, присылайте мне фотографии, обращайтесь за помощью, за вопросом, я всегда рада встретить вас в директе, поболтать с вами, если вы, я никогда не выкладываю, если не вы против, поэтому вы всегда можете написать, что, пожалуйста, там меня не выкладывайте, или закройте мое лицо, например, там, не знаю, сердечком, то есть это ваши условия, я никогда не буду настаивать, выкладывать что-либо без вашего разрешения, поэтому будьте за это спокойны. Со всеми прощаюсь, чудесные вам субботы, чудесных вам выходных, и будем на связи. Все, пока-пока. Ника, ты шикарна, спасибо, спасибо большое за комплимент, все, со всеми прощаюсь, полезно каждое словечко, спасибо большое. Очень приятно читать вашу обратную связь, на самом деле меня это только и мотивирует делать, когда я вижу, что это кому-то нужно, и я делюсь действительно, чтобы мы с вами были на одной волне, и смогли вот, да, родственные души по интересам создать такое окружение. Все, всем спасибо, спасибо за эфир, да, спасибо большое за ваш комментарий. Всем спасибо, все, прощаюсь, пока-пока, буду сохранять. Каждый раз это говорю, каждый раз квест. Субтитры сделал DimaTorzok